Дубинки, слезоточивый газ и даже резиновые пули. Все это, по словам местных жителей, применяли силовики. Это Ислам Магомедов, инвалид с рождения. По словам матери, в потасовках он даже не принимал участие. Просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Состояние вообще тяжелое. Он дрожал и весь этот опухший нос, этот поломанный. Здесь эта трещина получилась и весь спина красная. И при том 8 человек его избывали. Причиной конфликта, по словам местных жителей, стали строительные работы, проводимые на этих землях. Немного истории. В этом поселке проживают переселенцы из села Верхние Убеки Левашинского района. Как рассказывают старейшины, на их долю выпало множество испытаний. Сначала в 1944 году их выселили в Чечню, а в 1957 году разрешили вернуться обратно. Сельчане утверждают, что именно тогда власти и обещали отдать эти участки им. Они даже ввели на них сельхозработы. А с 1957 по 2020 год напрашивается вопрос, где же были эти хозяева, которые себя сейчас выставляют за хозяевом. Где они были до сих пор? Они обрабатывали, они сеяли. Почему они никогда о себе не давали знать? Мы не знаем, кто это. Мы с кем воюем, сами не знаем. Понимаете? Мы когда подходим и говорим им, кто у вас есть представитель, у вас есть решение суда, чтобы вы эту землю, вы ваша. Вы можете объяснить нам, народу? Нет, они вот так, как мертвые стоят с щитами, нас туда не пускают. Идите там разбирайтесь. Путаницу, возникшую с этими землями, подтверждают и представители мэрии Макчкалы. По их словам, многие участки здесь имели неопределенный статус и на них претендовали несколько сторон. Сейчас же вопрос решается в судебном порядке. Прокомментировали ситуацию нам и в Росгвардии. В нем отмечается, что угрозу жизни и здоровью окружающих создавала группа из числа местных жителей. Росгвардейцы утверждают, что именно они провоцировали силовиков и даже нанесли некоторым увечья. Сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в поселке Красноармейска Кировского района города Махачкалы, где проходят работы по межеванию земельных участков. Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих. Сейчас Следственный комитет начал расследование по данному факту. Возбуждено уголовное дело пока лишь за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление виновных лиц и привлечение к их уголовной ответственности. Не проигнорировал инцидент и глава Дагестана поручил уделить особое внимание всем земельным конфликтам, рассмотреть их и провести профилактику. У нас не раз возникали споры, недоразумения, противостояния в связи с решением вопроса о принадлежности земли к тому или иному собственному. Обратите на это, пожалуйста, внимание. На все земельные конфликты проводите профилактику. Решение может быть только одно – в судебном порядке. Все, что будут пытаться решить силовым путем, понесут ответственность. Нельзя допустить вот такого вот само правства. Это возврат в прошлое. Эта земель на проблеме более 10 лет и подобных спорных участков в Дагестане множество. Такого рода противостояния для республики могут вылиться в серьезные проблемы, если вовремя не разрешать спорные вопросы. Ведь на фоне якобы несправедливого разделения земель начинают разгораться конфликты, приобретающие самую разную окраску. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.